Как черт из табакерки, периодически в разных районах Самары появляются незаконные киоски. Ставят их без разрешения и необходимых документов, следовательно и продукция, которую торгуют в таких ларьках неизвестного происхождения. Контролировать, чтобы неприглядные и незаконные киоски не возникали во дворах и рядом со школами, будут специальные мобильные группы. Их создадут в каждом районе. Неоднократно получаем жалобы на размещение несанкционированных объектов потреб рынка. Я в пятницу был свидетелем. Собственно говоря, такого монтажа и вместе с главой и сотрудником полиции мы пресекли, скажем так, это деяние. И мной принято решение о создании районных групп мобильных, которые будут работать в вечернее время, ориентировочно с 6 вечера до 12 ночи, для того, чтобы выявлять такие акты, такие попытки. Если люди хотят заниматься резонным бизнесом, они должны пройти определенную, скажем так, логику регистрации и получить разрешение. Не место на улицах города и незаконной лоточной торговли. Неизменные спутники таких развалов – грязь и мусор. К тому же за качество продуктов никто не ручается, а значит, они могут быть просто опасны для здоровья. Уже две недели сотрудники Департамента потребительского рынка и услуг вместе с полицейскими проводят рейды по местам такой нецивилизованной торговли. Нарушителям закона выписывают штрафы. На прошлой неделе, 30-го числа, у нас был выход в Куйбышевский район, Пугачевский тракт 19-25 и Молодежный переулок 20. Составлено 12 административных протоколов. Работу продолжаем мы дальше. Порядок наводят и в сфере рекламы. Незаконные щиты – долой. Коснется это и тех конструкций, что установлены на частных территориях. Собственниками земли, которые разрешили разместить на ней нелегальные рекламные щиты, будут работать межральонные группы из сотрудников администрации города, прокуратуры и полиции.